Всем привет! Мы выбрались из своей деревни с очень важной миссией. Вы знаете, у нас партия одного цыпленка выкормлена двумя кормами – пуриной и южной короной. Хоть нам производители и заявляют, в пурине в частности, что после выкормки финишем у нас в курице ничего не может оставаться, остаточного, но хоть южная коронопроизводитель и заявляет, что они не содержат, в своих кормах не закладывают лекарственные препараты вообще, но у нас для них сюрприз. Мы везем свою курицу на анализ. Мы покажем вам это видео, когда у нас на канале будет 50 тысяч зрителей. Не считайте, что мы коварные и корыстные, но для того, чтобы сделать эти анализы, мы заплатим, во-первых, в моем понимании, много денег, потому что образца будет два, а может быть и больше, потому что у нас есть еще и индейка, что тоже немаловажно. И мы тратим свой день на это, потому что нам придется везти образцы далеко от нас. Мы будем тратить время на дорогу, что сейчас, в принципе, и делаем. И надо нам все это успеть сделать до тех пор, пока из садика не вернулась наша девочка. А вернуться она может, когда мы вернемся. Поэтому нам надо срочно и быстро все это успеть. А мы, как вы видите, блин, стоим в пробках, вот в таких вот. И, как всегда, вспоминаем прекрасную жизнь в городе Москва. Хорошим словом. Я просто соскучился по ним, это так прекрасно. Это глоток свежего воздуха и, наконец-то, в Москве опять красота. Готок свежего воздуха, поэтому мы закрыли окна, закупорились и сидим тут. Ибо не вдыхать этот воздух лишний раз. Короче, мы размякли у себя там в деревне, раскисли и стали квашневыми. Не можем мы драйв московский выносить спокойно. Вот так вот. Так? Да, да, так. На самом деле, знаете, какой для нас цены? Вот потому что мы с вами вместе. Вот реально вселенский мозг. Нам позвонила девушка, зовут ее Анастасия. Она даже не зрительница нашего канала. Она дочка зрительницы нашего канала. У нее есть магазин свой. Сайтик называется Деревня Лайф, по-моему, к этому магазину относящийся. Поэтому можете посмотреть. Этот человек настолько внимательно относится эпидантично к своей продукции, которую продает у себя в магазине, что она делает лабораторные исследования образцов продукции, поставляемых в магазин. Представляете? Спасибо ей огромное. Обрасти нашу курицу. Это будет полезно нам в первую очередь. Это будет полезно нашим клиентам, у которых появится больше уверенности. Ну как, она у нас появится и у них в том числе, да? Соответственно. О том, что наша продукция действительно чистая, действительно безопасная, действительно хорошая. У нас появится доказательство на руках о том, что мы никого никогда в жизни не обманывали и выращиваем качественный продукт, вот так скажем. Ну и сделаем небольшой сюрприз для производителей кормов. Посмотрим на их честность и на их добросовестность. О чем нам говорит южная корона? О том, что они совершенно никакие лекарственные препараты не включают в корма, да? Мы не будем проверять комбикорм сам по себе, мы проверим тушку и что в ней по факту получается. Также и пурина. Пурина говорит о том, что все лекарственные препараты, которые она применяет, улетучиваются из конечной продукции без остаточных признаков. Правильно? Правильно. Так мы и сделаем. Мы проверим и посмотрим. Мы соблюдали все правила выкормления птицы, которые указаны в рекомендациях производителей комбикормов. Мы ничего от себя не добавляли, ничего сами никак не могли скомпрометировать какие-то плохие результаты, да? Это была вода, все, витамины, да, наверное, витомы. Ну это же только в начале только. Ну, по первости, конечно. Все, больше птицы дальше росла только на комбикормах этих двух производителей. Как пурины, так и южной короны. Все. Проверяем. Мы говорили, что мы заморочка. Товарищи, мы заморочка. И еще момент. Индейка. У нас у самих существуют определенные вопросы по этому поводу, да? Мы не медики, мы не фармацевты, мы не знаем. Но мы хотим убедиться в том, что не остается метронидозола в индейке. Понимаете? Мы на ранних стадиях, вы сами знаете, пару раз пропаиваем индейку метронидозола. Три раза. Три раза, да? Вот, Сашка, точнее. Три раза, да. Ну, то есть, последняя пропойка у нас получается в три месяца. Сейчас индейке четыре. Вот прошел месяц. Мы хотим убедиться, что там нет метронидозола, ну и нет, соответственно, других групп антибиотических средств, которые, возможно, могли бы оказаться в кормах. Как могли бы? В курине она есть? Нет, в курине нет, в индейке. В индейке нету в старте? В старте. Только в старте. Но в старте есть. Да, а в росте, в гроури или в финише нет. Ну, как заявлено производителем. Поэтому смотрите, что мы сделаем. Мы постараемся создать еще индейку. И вот благодаря этой девушке, Насте, мы знаем лабораторию, в которой существует такой комплексный анализ, понимаете? Вот он комплексный, и за счет этого цена хоть как-то приемлема. Но мы вам все расскажем подробно в видео. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Как только нас будет 50 тысяч, вы получите всю информацию по нашему этому эксперименту. Если нас производители не вольнут. Друзья, мы приехали вот по этому адресу, Долгопруднинское шоссе, дом 3. Припарковались, мы пошли. Смотрите, красиво-то как. Мне очень нравится здание из стекла и бетона. Ну, особенно, когда их видишь редко. Ну что, друзья, берем образцы наши. Вот они у нас в пакетике. Здесь две курицы, пуриновская южная корона и два кусочка индюка, южная корона и пурина. Индюка мы планировали сдавать одного, южная корона. Пурину взяли на всякий случай. Попробуем там посмотреть по цене. Если потянем, то сдадим и ее. Но сомневаюсь. Но, я говорю, по индюкам у нас задача основная выяснить, выходит ли метронидозол. Потому, как корма, которую мы используем для индюков, не содержит лекарственных препаратов, по утверждениям производителя. Если подтвердиться на броверах, что они не содержат, то, я думаю, нет смысла переживать, что и в индюках то же самое. Вот так мы идем. Вот здание. Сейчас надо найти, куда это все отнести, сдать. А потом вам расскажем, чего-то как. Не туда приехали, оказывается, на сайте указан юридический адрес. Фактически другой. Институтский переулок, дом 9, строение 7, да? Далеко? 10 минут. Пешком? Поехали. Друзья, со второй попытки мы только попали на нужное место. Институтский переулок, 9, строение 7. Это вот показывает вот то здание. Это институт физтех. Долгопрудный. Сейчас пойдем попробуем. МФТИ. Припарковаться здесь, конечно, сложно. Здесь очень красиво. Как и ухоженный тут скверик посередине. Такое ощущение, что здесь мир студентов. Клёны краснолистные. Это пивка попить или поучиться? Это поучиться под пивком. Так, получается, три, да? Да. А как это будет выглядеть? Там расшифровка будет по каждому вот... Показателям. Там будет протокол, где будет указан, в принципе, список... Перечень. Перечень, да, проверяем. Показатели. И будет заключение, написано, обнаружен какой-то препарат или нет. Если обнаружен, то, собственно, в каком количестве. А существуют допустимые какие-то количества этих препаратов? Ну, и там будет заключение, то, собственно, как раз, есть нарушение или нет. Я поняла. То есть там будет показано, да, нарушение или не нарушение. Если минимальная какая-то доза там есть, но она в допуске, это тоже будет отображено, да, в анализе? Да, если минимальная доза есть, какая-то, да. Ну, то есть там будет указано, скажем так, предел количественного обнаружения, да, то есть, условно говоря, что мы можем увидеть там больше 5 микрограммов на килограмм. Соответственно, если мы ничего не обнаружили, да, то значит, что ничего нет, либо концентрация меньше, чем 5. А, все, что? Вот, а если там что-то будет обнаружено, то, соответственно, будет прописка, что обнаружено в таком количестве, и дальше дано заключение. В допуске или нет. А, превышает это, как бы, ну, допустимые законы. Все, я понял. Значение или нет. А лаборатории нужна какая-то аккредитация? А лаборатория, она может получать аккредитацию на проведение исследования. То есть, это выглядит так, что, как бы, там, собираются хвосты, да, какие-то, мне даже условно говоря, которые нужно получать аккредитацию. Вот, собственно, потом приезжает, ну, проводится, собственно, как раз-таки, это вот сама процедура аккредитации. Вот, там, которые, как бы, подтверждают, что лаборатория, вот эти госты, у меня есть, вот, как лифтарозный, персонал, там, для ген, как лифтароз, там, слепые исследования, которые дают, анализ, и подтверждают, что, да, вот вы вот этой вот методике можете проводить такие-то исследования. Вот, мы такую штуку не получали, потому что у нас методы, в основном, не гостовские, мы работаем. Вот, например, вот этот вот анализ, который вы заказываете, у нас, он, как бы, если делать по госту, это все, мы это сделали по мультианалитическим методам, вот, и получается, что одним анализом сразу все проверено. Если вы пойдете проверять, ну, делать это по госту, там нужно каждую, как бы, молекулу отдельным анализом делать, соответственно, цена там будет, ну, в общем, цена у такого комплекса анализа на антибиотике по гостовским методам, она, там, 1100, 150, 200. Да, на курс. Да, 18-12 тысяч на каждую. Да. На каждую группу. Да, поэтому мы, в общем-то... Ну, это значит, что вас умение точно будет на... Это не значит, в общем, да, этого вот, но, тем не менее, как бы, без аккредитации за это. Угу, понятно. Мы просто родим за чистоту своего хозяйства, и очень хочется просто доверять не только тому, что производитель кормов пишет, понимаете, как? Я... Потому что написать он может все, что угодно. Насколько мы точно можем быть уверены, что если вы нам скажете, что ничего нет, значит, там ничего нет. Ну, то, что мы проверяем по нашему списку. Да. Если ты скажешь, что ничего нет, значит, там точно ничего нет. Все, друзья, отдали образцы наши в количестве трех штук, две курицы и одну индейку, южную корону. Будем ждать результатов. Сказали, анализы делаются неделю. Вот. Как результаты получим? Выйдем снова на связь. Друзья, мы побывали в Нарнии. Какой-то волшебный мир. Студентов молодых, умные лица. Вот такие прямо интеллектуальные. Такие от них пышет такой вот свежестью, жизнью какой-то, я не знаю. Кстати, классно. Мне очень понравилось. Надеждой пышет за страну. Они еще не обременены ненужными им знаниями и заботами. Они все в науке, все в этих вещах. Все разговоры только об этом. Ну, короче, здорово. Мне понравилось очень посещение таких вот, знаете, как глоток свежего воздуха. Да, согласен. Очень позитивное впечатление от этого места. Ну, как, в принципе, и, наверное, большинство институтов. Все-таки люди молодые, целеустремленные. С верой в счастливое будущее. Да, светлые такие вот прям лица. В общем, ну, здорово, здорово. Понравилось. Деревня увидела, наконец-то, интеллигенцию. Научную. Южная Крома, мы позиционируем себя вообще как эко-корм. То есть, туда на самом деле не ходят ни индиотики, ни как-то дистатики, вот. А брюхокорм была создана линейка, потому что многие люди все равно, да, там, кто держит какие-то, как и ПЭшники, просят, чтобы, да, уже комбикорм был просчитан именно с коксидиостатиком, именно с кормовым антибиотиком. Вот. Для них и была создана эта данная линейка. Ну, а так, все-таки, большинство людей пользуются спросом, да, как бы, южной короны, которая без антибиотика, скажем, все стараются вырастить для себя. Говорит, это полезно мясо, вкусно. Для больше, для УПХ, да, предназначено? Да, 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 все верно. А скажите, вот антибиотик вообще в кормах, вот, на Ваш взгляд, вот он с чем борется? Да, смотрите, вообще кормовый антибиотик, он непосредственно работает именно в кишечнике, вот, подавляя, да, так скажем, плохую микрофлору. За счет этого птица себя чувствует более активней, более лучше поедает корма, тем самым лучше растет. Вот, ну, так скажем, бывает такая ситуация, да, там, как вообще производитель кормовых антибиотиков заявляет, что сейчас они, так скажем, вышли на такой уровень, когда она не всасывается вообще молекула в кровь. Вот, но опять же, когда люди держат для себя, да, там, периодичность, ну, то есть, когда идет кормление, и перед убоем все-таки стараются выдержать около пяти дней перед убоем без антибиотика, когда и прокормить, там, зерновую часть, да, там, кукуруза с пшеницей, вот, как говорится, обезопасить себя полностью. Я поняла. А что скажете по поводу того, что вот они говорят, да, производители антибиотиков, что у них сажается ЖКТ, мы тоже это знаем, ну, слышали уже. Да, да, да. В ЖКТ, в общем-то, и существуют микротрещины. Существуют, да, я согласен с вами. Поэтому я и говорю, да, в зависимости, опять же, от условий содержания, ну, как скажем, аронтодизм будет индивидуальным. У кого-то все в порядке будет, у кого-то могут возникать вот эти микротрещины. Поэтому я говорю, производители заявляют, что использование антибиотиков, да, там, никак не повлечет за собой, что он там будет сажаться в комико, в мясо. Вот. Ну, опять же, я и говорю, что правильно вы подметили, если будут у них образоваться вот эти микротрещины, да, может быть как раз вот это всасывание вот этого корнового антибиотика. Алексей, подскажите, у вас линейка была раньше без антибиотиков? Ну, без лекарств вообще. Сейчас ее нету или мы не в курсе? Какое конкретное животное? Да-да-да, простите, бролер. Какая птица? Бролер. А, бролер, ну, смотрите, стартовый, они с сидиостатиком он идет. Вот, он в составе, да, это кормовые антибиотики называются. Да-да-да. Соответственно, да, финиш, он уже без антибиотика идет. А, то есть сидиостатик в финише есть? А, нет. То есть там вообще в финише нет лекарственных препаратов? Финишер, да, финишер, бролер не содержит кормовой антибиотик и сидиостатик. Это стопроцентная достоверная информация. Ага, отлично. Итак, дорогие друзья, хочется заметить еще пару моментов. Ну, во-первых, в достоверности результатов анализов этой лаборатории у нас сомнений нет, потому как она не раз уже выявляла превышение и нарушение в использовании лекарственных препаратов в выращивании птицы. В частности, вот у Анастасии, о которой мы говорили с вами, были такие образцы, которые она не допустила в свой магазин в связи с такими нарушениями и превышениями. Мы с нетерпением будем ждать результатов этих анализов и обязательно покажем вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчик, потому что оповещение о выходе новых видео не подразумевается, когда вы просто подписаны на канал. Нужно обязательно нажать колокольчик. Мы не выпускаем видео в час ночи, поэтому мы вас не разбудим. Поэтому ставьте оповещение. Ну и мы с вами сделаем грамотные и правильные выводы по поводу того, чем кормить проллеров, чем кормить вообще птицу, что выводится, не выводится из организмов и как содержать нашу птичку в чистоте, чтобы получать идеально качественный продукт. И еще один момент, пожалуйста, исправьте меня, если не права. Я думаю, что никто не делал для вас таких видео, таких глубоких и подробных изучений комбикормов, как мы. В свою очередь, нашу информацию очень быстро перехватят некоторые другие каналы, которые выдадут вам ее за свою. Пожалуйста, так как они очень сильно стесняются указывать наш канал, вы не постесняйтесь написать им в комментариях о том, где был взят их первоисточник, их сведений, их информации и их так называемых умственных наработках, коими они благополучно запасаются на нашем канале. Мы всегда указываем источники нашей информации и стараемся указывать обязательно каналы, на которых мы черпаем какую-то полезную информацию для себя, выдаем ее для вас с указанием первоисточника. Это в обязательном порядке. Поэтому мы хотим, чтобы с нами поступали достаточно честно. На этом я прощаюсь с вами и, как всегда, здоровья вам и вашей птице. Оставайтесь с нами.